МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сложится хороший кулак, который понимают очень хорошо друг друга. Силовика опера вели у помощники ночи расстрелянных поэтов в новом формате. Это касается и мы видим элиту спортивную, и поэтов, и писателей. То есть все слои общества белорусского. У новом формате лебезголовного организатора. Беларусь зачынила межы с причином коронавирусной инфекции. Рух у вогули не отбывался у день с польским, литовским и украинским боком. И узнавился для грамадзянов, які вертаються на родиму годину тому. Про это поведомляються наши глядачы. Что ведомо на теперешний момент информацию для вас сбирау Кирилл Смягликов. Першая информация про то, что никого не пропускают у белорусский бок. Из Литвы з'явилася у другой полови дня. Где-то с четырех часов не впускаются из Литвы легковые грузовики. У других пунктов тоже есть приостановление движения. И уже значно поздней заяву зрабил помежный комитет. У сувязи с эпидемичной обстановкой, якая склалася у сумежных краинах, Республика Беларусь часово обмяжовывая уезд на свою территорию про наземные пункты пропуску особных категорий физичных особов из Литвы, Латвии, Польши и Украины. Под обмежование не подпадают дипломаты, кировцы международных автомобильных перевозок, экипажи Чигунки. Пакуль пункт пропуску у национальном аэропорте Менск функционули без обмежований. У помежную пастку утрапил и былый кандидат на президента Сергей Черычень, який вертауся з Украины. Светлана Тихановская у Свойчоргу так само адрагавала на закрытье межау. Про то, и кольки протягнется блокование межа из-за COVID-19, не поведомляется. Але помежники выпускают беларусов за межу про умове, что те зъезжают на долгий период або на завсёды. Кирилл Смягликов, Белсат. На помежном переходе Медники из литовского боку знаходяцца цяпер наша корреспондентка Ганна Русінова. Ганна, добрый вечер, якая зараз ситуация ци саправды аднавювся рух і на гэтым переходе. Так, добрый вечер, сановное спадарство. Каля гадзины мы знаходимся у помежном пункте пропуску Медники. Поза гэтый час мы пабачили некалькі легковых автомобилю, які праехали ў бок беларускай межелі. Ну, неведым, да гэтолю ці змагли яны патрапіць. Так сама зустрэлі празмавлялі з людьми. Пабачили жанчыну, якая рухаюцца пешкі, накероваюцца з іншы країны. І запыталі, что ці веды яна ситуацію на межу. Яна кажа, што так чула, што не пускаюць. Але яна верыць і тое і спадзеецца, што дазволяць яй ўехаць ў Беларусь. Бо суму я па країні і хоча назад з іншы країны вернуць. Вернуцца з валіскамі. Так сама празмавлялі з грузовымі аутамабілі, з кіроўццами грузовых аутамабілів, які нікатары з іх не ведаюць, што ёсць такая пастанова, не чулі прагэта. Але яні каторы кажуць, што так мы чулі, але ведым, што для грузовых аутамабілів ніякіх абмежзаваніў нема і мы зможам трапіць ў Беларусь. Так сама празмавлялі з тымі, хто вертаўся з Беларусі, зустрэлі хлопцца беларуса, казаў, што змог прайсці ў Літву, праяхаць, але ж ён вельмі ставіцца негатымна да таго, што беларусы, грамадзяні Беларусі не могуць ўехаць ў Краіну. Так сама зустрэлі замежніка, прастуніка іншыў націоналісті, які на ровары накіроўюцца ў бок Літвы і так сама не ад чулніакіх пакуль абмежаваніў і змог трапіць ў Літву. Зараз на Мяжы мы бачым стоять фуры. Ці заправды рух аднавіўся, ці мы можым констатаваць, што гэта пастанова не працуе, як реагуюць літовцы на той, што адбывацца на беларускім участку Мяжы? Так сама мы запыталіся ў прастунікаў памежныў службы, які дагэтуль з 4-х гадзіну і дагэтуль немаюць офіцінны інформацы з беларускага боку, чаму не пускаюць людзей ў бок Беларусі, беларускі памежнікі. Вось на дадзіны момент мы бачым, што людзі спрабуюць трапіць ў Беларусь, але якая мінавіта сітуація ўжо на самой Мяжы, ўжо на гэты момент мы, на жаль, не можам трапіць. Вось, але людзі спрабуюць. Вельмі спадзіць на той, што гэта адрымаецца. Дякую велікі знамі на сувізі з Беларуско-Литовскай Мяжы была наша корреспондентка Ганна Русінова. Тым жасам Юры Карайў більш не міністр ўнутрэных справу. Александр Лукашэнка піравеў с сіловых пасаду так сама і намесніка Карайва і былога старшыню КДБ Валерія Вакульшыка. Ті, штость ізменіцца з новым керуніком Муса, высветляў Ярослав Стешык. Сложыцца харошый такой кулак, каторые панімаў ўчынь харашо друг друга. Новый міністр ўнутрэных справаў Іван Кубракоў былы керавнік Мэнскай міліціі. Александр Лукашэнка апісаў яго як досвечэнага дзееча, аднаго з сапраўдных патрэйотов з сіловых структурав. У нас боле-мене сложная ситуація в Мінскі. Ёю прэйдёцца занімацца, канешна, ты в темі. Канешна, не адзін будеш занімацца, там будеш начальнік УВД, каторыма ты точно мешаць не будеш работаць. Втому што сам толька што прашёл этот уровень. Ну а з другой стороны, ў тебе этот опат. Кубракова журналісты ведаюць, як апантанага вэканал СУЗ загадаваў Лукашэнкі, які і ў непрацовны час готовы пераследаваць палітычных працівнікаў свайго шэфа. А што будзе з Юраем Караевым? Былы міністр внутрэных справаў яшчы учора казав, што міліціянты рабілі ўсё правільна падчас разгонав мирных протэстав і потым ў ізоляторах. Юры Караев заклікав падначаліных, простых участковых ў регіонах рыхтавацца страляць ў протэстовцаў. Цяпер ён ёдзе ў Гарадзенскую в область памочнікам Лукашэнкі падмацовываць вертыкалю лады. Ягоны былы намеснік Александр Барсуков будзе памочнікам па гордзя Мянску. А былы старшыня КДБ Валерий Вакульчык па Берастейщыне. С міністра ўнутрэных справаў паехаць памочнікам прэзэдэнта ў Гарадзенскую в область фактична быць падначаліным былога міністра Аховы Здароўе гэта паніжэнне. Для Вакульчыка гэта таксама, якбы с кераўніка ГБ былога ён стаў памочнікам прэзэдэнта ў Берастейской в області. Гэта не назавеш ключевой пасадай і гэта не назавеш падвышэнням. Адстаўка Караўа яна была планованая, таму што ён адпаведна ўжо працягла час імкнуся сысті сістэмай Міністэрства внутрэніх справаў і перээсті на дэпламатычную працу адправявшыся ў міждзэржавныя структуры СНД ті АДКБ. Эксперты пагаджаўса, што заявы Караўа прадзеяні міліцыі сталі занадта таксічными навад для Муса. Яго прыбралі з такога рэспубліканскага публічнага поля, каб прадэмэнстраваць пэлную гатоўнацць да перамову і дазмену. Але гэта імітація гадовасці для перамову, для заходу і для лаяльнага насільніства, перакананная Вольга Харламова. Як меркуе журналіст-расследовальнік Белсата Ігор Ільяш, за апошніе месяцы рэжым Лукашэнкі кончаткова оформлювся ў вайсковую хунту, калі галовныя рашэнні прымаўс людзі ў пагонах, але їх узмацнэння на рэпрессіўных дзеяннях небезпечная для самога Лукашэнкі, бо міліцейская сістэма можа трымацца і без яго. Той, што Лукашэнка вырышыл прыбраць таку адыозну асобу, як караў, гэта демонстрація якраз того, што і не просто не довіраў нікому за сваўу атачэння, ён сапраўднаму баіцца сваіх сэловікуў. Пад час мострага паліпічнага крызісу Лукашэнка обновіў керавніцтва КДБ, генеральныя прокуратуры, і вось прийшла шарга Караева. Они поменялись, шо он и мыло. Там точно такой же человек, как и Караев. Он же недавно высказывался про то, что силовики молодцы, молодцы, что разгоняюся. Я сам с этим столкнулся, я могу сказать. В Жодино и на Крестино пытки, избиўния лично видел, как в Жодино избивали человека. Это фашизм. Это фашизм однозначно. Их будут через какое-то время будут судить, понимаете. Это придёт, это время, потому что это их страшные взявательства над людьми. Не знаю, как они слушают одного человека и делают то, что он говорит. Самый главный – это Лукашэнка. И тут не столько от Караева зависело всё, сколько от Лукашэнка. Я заберу его с боли или без боли. Пожалуйста, не надо. Пожалуйста. Давай. Пиши, не надо. Пожалуйста. Пиши, не надо. Пиши. Вот с этой штурмы Кватэрау на улице Орловской, где хавалися удельники мирного протесту, Лукашэнка подлумашил своим особистым загадам. Слушайте, я на той главной команды, что я какой закон нарушил? Это моё дело. И Караеву не надо тут оправдываться. Свежий приклад законности деяния у милиции. Затрымание у Баравлянах под Менском. Человеку цивильным стоит, чекая, пока выйдя ягона Ахвяра, потом протягивая паперку и одразу наносит удар. Починая бить и заломывать молодого мужчину, потом ягоную спадорожницу, подбегая ещё один мужчина у цивильным, людей бьют на земли. Або двух затрыманных ведут в машину с биросейскими номерами. Ни посвечения милиции, ни прозвища, ни формы. А дрознить таких милициянтов от бандитов немахчимо физично. Ярослав Стешик, Белсад. Адличаным студентам, які хочуть з'ехать за межу, Лукашенко пообяцав выписать квитки. Але попереді у Беларусі замежные дипломы больш признаваць не будуть. Сёня по беларускім ВНУ пройшла новая хваль адличэнів і звальнэнів. Якая обстановка ва унутранных дворыках университетів? Доведваўся Михаил Пранович. Аутазак ляў ваходу у лингвистычного университет картина для студентів і выкладчыкаў ўжо звыклая. Раній приўжалі з нагоды масовых акців протесту. Тепер дяжурать с самого ранку. На зміну затриманням прайшлі звальненні. Сёня стратілі працу чатыры выкладчыкі. Сярод їх Наталя Дуліна, якая заклікала колеха студентів страйковаць максимальна публична. Обэтам должны знаць все, потому шка это будь стимулом тех, кому мы прежде всего поддерживаем. Это государственные предприятия, на которых держится экономика страны и которые действительно должны быть услышаны. А мы – это их тыл. Мы должны вместе с ними встать и помочь им. Неизважаючи на репрессии, спынять протесты, працівники университету не збираются. На Дадіна Момонт до страйку долучились околят 30 выкладчиков. Для нас вопрос потей работы, он второстепенный вопрос. Для нас гораздо важнее вся ситуация, которая происходит у нас в стране. Все мы очень любим свою работу, мы очень любим студентов. И если бы мы не чувствовали поддержки студентов, это было бы просто нереально сделать. Потримливают страйково университете не только студенты и выкладчики, а и батьки на Вученцел. Мои родители в курсе и, к счастью, очень меня поддерживают. Мама часто ходит со мной на разного рода мероприятия протестные. И папа тоже. Я очень переживаю, естественно, не без этого, но сидеть сложа руки я не могу. Я не могу делать вид, что я равнодушна к тому, что происходит, поэтому я делаю все, что в моих силах. Свое место в университете уже стратила Варвара Грынюк с городня. Шпитализацию после суровых затриманий АМАПом администрация ВНУ полечила неповажной причиной для пропуску занятков. Да, меня отчислили в тот же день, когда я легла в больницу. Формально мне написали, что меня отчисляют за пропуски без уважительных причин. Хотя в деканации знали, что у меня проблемы со здоровьем и то, что я начинаю лечение. Выгоняют за университетов и будущих медиков, які отмавляются молчать. Администрация ВНУ уже подписала загад об отличении 20 студентов, востольки протест от этого тяжелым не стал. Я не понимаю, как будущий врач, как можно игнорировать насилие в стране. Как можно об этом вообще молчать. Я этого не понимаю, не хочу понимать. Подтримать студентов, яких отличили за их громадянскую позицию, а не обыяковое ставление до учобы, пришли сегодня навыд выкладчики. И они не боятся, что завтра за это их могут так само звольнить. Сирот выкладчиков больше поддерживает наших студентов. Не все готовы это открыто выказать. Но сейчас подрихтованный звонок до ректорату. Его на данный момент подписало больше за 100 выкладчиков. И когда студентов не одновлять, могут быть протягом этого звонка. Будут больше радикальные меры. Могчимы забастовки, могчимы массовое звольнение выкладчиков. Подтримать смелых студентов-медиков до будинку университету пришли некальки сотен человек. Худка до их приехали и автозак, и бусик с танованым шклом. Зрешты акцию солидарности. Гэта не спынила. Михаил Пранович, Белсад. Лишь бахворых на ковид-19 у свете наближается до 45 миллионов. Другая хваля коронавирусной инфекции змушает европейских керавников вертать национальный карантин. И заливать краину постановил и Лукашенко. Что правда, ввестил только про зачиненные межи с Европой. Унутри Беларуси все застанется без изменов. Юлия Лабанова. Рекорд приросту инфекованню с лютого. Айчинное Министерство Аховы Здоровья констатовало о маль тысячах выпадков заражения коронавирусной инфекцией за сотни. На переддне Беларусь постановила перенести плановые операции для увести часовую измену профилю, у некоторых шпиталя упадликованне ковиду. Увела 10-денный карантин для замежников. А сенья, спасылающаяся на эпидемию, Лукашенко постановил зачинить межи с суседями. Цей достатково гадких заходов. Знаете, это считается уже как ветрянка будет. Все переболеют рано или поздно. Если, допустим, дети болеют за одной партой, того ребенка увозят на карантин, а весь класс нет. Ну почему так делают, если дети ходят, трогают одни ручки, в одном гардеробе переодеваются. Я сейчас сам из больницы вылечен все только. За бровлям еду. Ну то звонил жене и дочке, то есть они не делали контакт. То есть сразу в поликлинику допустим мазок взять. Это нереально. Амаль 18 тысяч. Прикладный лик новых заражений у России. Агульная кулькость хворых одна из наибольших в свете. С карантинных обмежеваний там частково зачиненная школа и забороненная праца баров для ресторанов в ночный час. Эффективно работают и вакцины вектора, и института Гамалея. Вопрос в налаживании массового производства. Надеюсь, что, да, уже во все регионы эта вакцина поступила. Надеюсь, что к массовой вакцинации мы сможем приступить в конце года. В Украине больше за 7 тысяч новых инфикованных. Больше всех ворох в Киеве, Харковской, Львовской, Одесской областях. С причиной перенапруженности лаборатории упустает теневый бизнес. А вот, кстати, по поводу справок, то, что вы говорите, ковид, нужно сделать тесты. У нас в Одессе, ну, насколько я, по крайней мере, знаю, очень сейчас сложно с этим. Да, да, да. А как-то, ну, не знаю, можете посодействовать, решить вопрос? Да, я думаю, что все решаем, но у нас есть без проблем, не переживайте, да, что ты. Ахвутная, скоростаться гэткой послугой перед всем аматеры гарачих туров. На баудоведку можешь не чекать выник тесту, да уже взбирать валийский отпочинок. Будем откровенны, в нашей стране торговля с правками это национальный вид спорта. Это относится не только к справкам АПЦР-тестированию. Мы, конечно же, нашим туристам не рекомендуем это делать, тем более, ну, по нашей информации, разница в цене между настоящим ПЦР-тестом и вот липовой справкой, которую там условно предлагают в интернете, она не такая большая. К обзрабить беспечным перолёт для всех пассажиров, международные авиалинии Украины запропоновали увести один стандарт для доведок на COVID-19. Мы уже сейчас обратились в Министерство здравоохранения Украины с просьбой всё-таки защитить хотя бы сертификаты, которые выдаются клиниками на территории Украины и разъяснить нам, как перевозчику, какой же алгоритм наших действий для проверки легитимности этих сертификатов. Напруженная ситуация и в Немеччине. За минулые сотни больше за 16 тысяч заражений. Это самый высокий показник за весь час эпидемии. А голом лишь бы инфекционных наближается до полмиллиона. Ангела Меркель пропоновала узмецнеть обмежевание с понеделком. Такая динамика распространяющаяся до коронавирусной инфекции перегрузить нашу реанимацию сего праздника калки тыдня. Это демонстрирует, что на початку холодного сезона мы опынулися в драматичной ситуации. Это вплывает на всех нас без вынятки. Другий национальный локдаун обвесила Франция. Завтра краина замыкает межи с евразвязом. Место сбора великой колькости людей будут зачинены. Про необходности можно будет выходить с дому. А вот школы застанутся отчиненными. Юлия Лобанова, Белсад. Ночь расстрелянных поэтов ушанованне памяти дедчоу культуры забитых сталинскими уладами пройдет все лето в новом формате. Что изменилось и чему акция набыла новый сенс? Расповеде Александр Папко. У четвертый раз в Куропатском лесе запалять ничьи и будут читать верши. Поэты Олесь Дудар и Тодор Кляшторный, письменник Платон Головач и еще 103 литераторы, университетские выкладчики, святары были расстреляны 28-го и 29-го Кастричника в сумновядомой турме Американка в 1937-м годе. Мы вырешили, что концепция сегодняшней акции Куропаты Акрестина звены одного ланцогу, потому что люди, которые лежат тут в Куропатах, это охвяры несправедливых судов, это охвяры хвалтов, это охвяры правового дефолта. Трыгады запар ночь расстрелянных поэтов организовывал и проводил громадский активист Змитер Дашкевич. Все лета его на акции не будет. В неделю под час маршу солидарности его затримали и покарали 15 сотнями арешту. Среди нас нема такого, кто бы один справился, тому довелось еще поделить сферы отказности, но все равно эта акция мусить отбыться. На суде Змитер Дашкевич распавел про нелюдские умовы у изолятора на Крестина. Люди спят на бетонной подлозе, у камерах нема воды. Только под час не отдельной акции протеста силовики затримали коля 600 человек. Спис затриманных за три месяца перевалил за 10 тысяч. А мальчатырсо человек стали фигурантами криминальных справов. Все лучшие историки прошли через репрессии. Они были задержаны, сидели на сутках или получили штрафы. Это касается и мы видим и элиту спортивную, и поэтов, и писателей. То есть все слои общества белорусского сейчас, особенно, конечно, элиты культуры, которые больше внимания, находятся под ударом репрессий. Доследчик Леонид Мараков подлечил, что с 1936 по 1939 годы коммунистичные влады забили, кинули в турму або выслали 80% белорусских литераторов. Кожного третяга наставника и усих святаров. Ци варта памятность такие смрочные сторонки истории. Конечно, чтобы наша молодежь помнила, что у нас были поэты и были расстрелы в 1937 году, ну, конечно, надо знать, потому что у нас большей части молодежи даже поэтам не знают. Нужно обязательно помнить про это, потому что если мы забудем, то это может повториться. Белорусам, нацией такой сплотившейся после событий, надо все-таки помнить о таких черных пятнах в истории. В 1937 году были уничтожены поэты и, как говорится, лицо того времени. И сейчас происходит, считаю, то же самое. У Куропатах лежат не аменьш за 30 тысяч расстрелянных. Паводлих историков у Беларуси сталинские улады репрессовали кожного десятого. 600 тысяч человек. 200 тысяч из них загинули. Архивы КДБ, у которых лежат документы про злочинство этих часов, застаются за сокреченными. Александр Папко, Белс. Шановные господарства, дякую вам за увагу. Насюня наша информационная служба с вами развитваюсь. Але мы трымаем руку на пульсе падею у наших социальных сетках и Телеграм-канале. Вы знайдете всю самую свежую информацию про то, что отбывается в Беларуси. Для вас працавала Алина Ковшик. Всего вам доброго и до сюрреа. До встречи. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры сделал DimaTorzok